Браты и святы вас приветствуют. Слава Богу за день сегодняшний. Я не буду проповедовать. И мое желание просто немножко с вами поделиться тем, что как Испот посетил нашу семью. Меня зовут Петр Слуков. Вот Дженнифер, которая белая, это дочка моя. У нас было трое детей и осталось двое. Каждого человека христианин на земле Господь ее усматривает особо. Каждого человека. Тот, кто приходит и становится дитем Божиим, Господь на него имеет план. И у него есть своеволение на это. Вы знаете, независимо от нашего возраста, от нашего образования или от наших каких-то возможностей, Господь открывает свой план. Мы жили в своей семье, как бы у нас не было долго детей, 10 лет разница между старшим и вот Рубим, который был, и мы предпосылом такой дали, может быть, громко сказать, обет, что если дашь нам ребенка, то мы его посетим тебе. Мы не понимали, что чем это может быть для нас. Мы воспитывали, как и все вы, желая дать детям самое лучшее. То, что мы могли, то, что мы имели. Для нас была одна из важных целей, это чтобы наши дети служили Господу и Господь их использовал. Я вам говорю со слезами, но я не плачу от скорби и я не плачу от этих страданий, которые многие из вас испытали, и мы испытали. Я вам говорю с радостью. Вы знаете, и нет больше радости, когда человек на этой земле исполнит волю Божью. Я бы хотел вам одно место прочитать, которое для меня очень дорого. Я думаю, оно будет вам понятно так же. Я хочу открыть первое послание, второе послание к Олимпианам, апостолам Павла. Первая глава, два стиха, четвертый и пятый стих. Подождите внимательно, что он говорит здесь. «Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которыми Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовые, умножается Христом и утешение наше». Я не обращал внимания на этот стих раньше, когда я читал много раз эти места, и Господь мне открывает это по-новому. Господь говорит, что все наши страдания на земле, которые касаются нас, независимо, с какой стороны они пришли, в каком виде, Он говорит все страдания. И Он их связывает с тем, что Он говорит, что это страдания Христовые. И насколько они умножаются в нашей жизни, настолько Господь и умножает утешение наше. Когда это пришло к нам, я вам скажу прямо и открыто, что наша церковь, она не стала нашу семью на руках. Это было явно чудо. И не только наша церковь. До сих пор нет ответа на то, как наш мальчик, которого мы любили, которому было 20 лет, и Господь его признал достойным, я не говорю как о сыне своем, я говорю как о сыне Божьем, Рувим Стуковик, которого Бог решил, что он достойный, чтобы через него покаялись люди. Я не знаю, что это за причина, но весь мир сколыхнулся этим событием, ведь много людей погибают по-разному. И жалко, и где-то какие-то эмоции. Но когда я посмотрел, что нам писали люди, которые говорили, мы смотрели вот это вот служение, и мой сын говорит, мама, я хочу покаяться. Я не понимаю, мы долго молились о своем сыне, но когда он посмотрел это служение, он говорит, мама, я хочу отдать сердце Господу. И так было сотни и сотни людей, которые нам писали. И слава Богу, что Господь знает, как использовать возможность, чтобы Его Слава разлилась. Апостол Павел много пострадал, и мы не можем по нему равняться. Но знаете, когда он шел в Иерусалии последний раз, и много в церквах было уже сказано ему, что тебя ждут не только страдания, но и смерть. И апостол Павел говорил, что вы сокрушаете сердце мое и плачете? Он говорит, я не только готов пострадать за Христа, но и умереть. И мы видим, что плоды после апостола Павла, как Господь совершал. И вы знаете, он говорит в этом же послании к Орифианам, он говорит для нас, может быть, в какой-то мере странные слова, но они имеют духовную силу. Он говорит в 4 главе, 17 стихом, он говорит, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерной мере, безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое. И он говорит, потому что видимое временное, а невидимое вечно. Господь в жизни нашей указывает нам на вечную жизнь, на ту славу, которая будет. Вы знаете, когда мы делаем добро на земле, да? Мы говорим, будет награда. Если мы делаем имя Господа, то будет награда. А страдания наши, чем они будут, как бы, возвеличены? И он говорит, страдания, за страданием следует слава. Мы не знаем, в каком виде это будет, но он говорит, это несравнимо больше. Когда человек пострадает на земле на нехриста, он говорит, это производит в безмерном преизбытке вечную славу. Это дает нам надежду и утешение, чтобы не скорбеть в наших скорбях. Я знаю, что многие из вас также проносят свой крест на этой земле. И мы разговаривали со многими людьми, и у каждого свои трудности. В семье, в здоровье, финансовой, многие-многие вещи. И мы говорили одну и ту же мысль, что Господь знает наши страдания. Он вникает в наши страдания, и они не бесследны. Господь говорит, что эти страдания, они производят в безмерном преизбытке вечную славу. Апостол Павел имел такое дерзновение сказать, что кратковременное и легкое страдание. Друзья, нам трудно понять в наших скорбях, в наших призывах в сравнении с апостолом Павлом. И он называет кратковременное и легкое. По одной причине, потому что его взгляд был на небеса. То, что ожидает верующий людей на земле, оно несравнимо. Быстро жизнь проходит, и каждый человек представлен перед Господом. И то, что он был согласен, добровольно страдал за него. В различных ситуациях Господь обещает славу. И вы знаете, мне хотелось вот в этой мысли, чтобы вы не принимали огненное испытание, огненное служение, которое посылается для испытания, как приключение странного. Для нас не будет странно. Господь не ошибается. Господь делает то, что ему нужно. Он знает, что каждому можно перенести, и дает посильное. И она говорит, это сильное. Господь дает сильное такое испытание. Мы молились за семью. И мы не знали, что через две недели это посетит нас принести вот такие страдания. Но Господь приносили. У нас время купил наш дом, потому что его сын погиб близко. Сын для чего? Он говорит, мой сын погиб. Пришел в завет. Может быть, 45-50 лет ему. Мы продали дом. Моя сестра мне сообщает, говорит, дядя Коля умер. Я говорю, что случилось? С человеком я все время думал, такие страдания, которые... Когда человек без Бога встречается со страданиями, для каждого из нас, я скажу, что это ободривы. Пусть Господь нас благословит, чтобы это было для него ни с чем на земле. Слава Богу за все. Аминь. И теперь мы послушаем соло. Бог не ошибается. Как раз эта песня об этом. Слава Богу за субтитры Алексею Дубровскому.